Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. На 101.ФМ программа «Интервью». Меня зовут Юлия Афанасьева. И сегодня у меня в студии Алексей Клюев, директор Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина и эксперт Национального фонда подготовки кадров. Алексей Константинович, добрый день. Добрый день. О чем же мы сегодня будем говорить? Алексей Константинович приехал в наш город в числе большой делегации руководителей опорных вузов всей страны. 20 и 21 ноября Вятский госуниверситет вместе с Национальным фондом подготовки кадров проводил семинар, посвященный представлению управленческих моделей взаимодействия вуза с регионами. Во-первых, хочется спросить, почему же это мероприятие проходит в Вятке? Ну, это прежде всего происходит потому, что Вятский университет заявил наиболее интересные практики работы с регионом, с региональной властью, бизнесами и сообществами. И в этом контексте интерес опорных университетов к опыту Вятского госуниверситета является основным. Ну, то есть у нас самый успешный опыт? Я бы сказал так. У вас самое успешное начало формирования такого опыта, потому что мы должны понимать, что опорные университеты, они только еще создаются. Эта сеть будет расти, сегодня их 33, планируется, что их будет около 100. То есть это совершенно новый кластер наших университетов, миссией которых является поддержка регионального развития во всех его форматах. А давайте объясним, что такое управленческая модель взаимодействия вуза с регионом? Вот понятными словами. Если объяснять понятными словами, то это мы решаем следующую проблему. Сегодня университеты должны ставить перед собой цели и уметь их добиваться. Вот эта задача постановки целей, в том числе поддержки регионального развития, она, безусловно, должна поддерживаться и структурными изменениями в своих университетах, и изменениям управленческих практик, то обеспечены теми управленческими механизмами, которые наиболее эффективны для достижения той или иной другой цели. И в этом контексте мы хотели обсуждать то, что сегодня делают университеты, для того, чтобы выявить вот эти общие практики, чтобы они стали достоянием всего сообщества опорных университетов, ну и тем самым ускорили вот этот путь освоения, присвоения этих практик и повышения эффективности наших опорных университетов в решении региональных проблем и задач. Практики равно какие-то проекты или практики равно взаимодействие университета с гражданским обществом, властью, некоммерческими организациями? Вот расшифруйте это понятие. Ну, у практики понятие объемное, оно предполагает наличие, ну, наверное, нескольких разных вариантов, разных подходов, потому что если мы говорим, например, о взаимодействии с бизнесом, то здесь университеты чаще всего формируют разного рода партнерства, консорциум, создают такие структуры, в которых участвуют и университеты, и бизнес. И в этих конструкциях, в этих формированиях, в этих консорциумах университеты, конечно же, имеют свои собственные цели, свои собственные задачи и должны влиять на принятие решений в этих консорциумах, участвовать в соуправлении вот этими консорциумами. Вот это, по сути, они должны сформировать для себя управленческую модель работы с бизнесом, которая, с одной стороны, была понятна бизнесу, и которая, во-вторых, обеспечивала достижение вот этих общих целей и задач. Потому что во всяких партнерствах каждый из партнеров имеет свои собственные интересы. Если начинает доминировать один из партнеров, то такие партнерства недолговечны. Вот мы хотим, чтобы университеты участвовали в устойчивых партнерствах, устойчивых консорциумах, чтобы это были долговременные стратегические союзы и альянсы. И для этого, конечно, очень важно, очень правильно отстроить управленческие отношения с бизнес-партнерами, например. Ну и такая же задача стоит в отношении и региональных сообществ, такая же задача стоит и в отношении с властью. В общем, это история про наладку разных бизнес-процессов. Да, абсолютно точно. И любой бизнес-процесс, он включает в себя в том числе и управленческие процессы. Вот мы хотим обсуждать управленческие процессы, которые мы должны создать, создавая совершенно новые практики, процессы работы с гражданским обществом, с сообществом, с креативной молодежью, с властью, органами госуправления в регионе, органами местного самоуправления. В общем-то, все эти стейхолдеры университетов, конечно, требуют своих подходов. Так, а вот объясните мне, пожалуйста, Алексей Константинович, почему опорные вузы – это проблема сейчас так волнует? В недалеком прошлом, когда я училась в университете, кстати, тоже в Вятском госуниверситете, там учили студентов. Максимум, что было, это, ну, внеурочная какая-то деятельность, да, я имею в виду там всякий студ-клуб, студ-весна, студ-осень, да, воспитание неформальных лидеров, и все. А почему сейчас это стало актуально? Я бы сказал так, что опорные университеты участвуют в таком глобальном процессе развития и изменения своих социальных функций и своих миссий. Мы сегодня решаем не только образовательные задачи, но мы решаем исследовательские задачи. Но исследовательские задачи, мы хотим идти не только и быть успешными только в области фундаментальных исследований, но и в прикладных разработках. Прикладные разработки требуют отработки, извините, за тавтологии, но формирование вот процессов коммерциализации. То есть университеты сегодня больше, чем те университеты, в которых учились вы. У нас сегодня больше спектр задач и больше спектр проблем, в решении которых мы хотим участвовать. Почему? Это связано с многими, я бы сказал, явлениями, процессами. Если говорить конкретно про нашу страну, то, в общем-то, университеты сегодня в значительной степени выполняют роль отраслевой науки и роль институтов отраслевых, которых было всегда много, но которые по разным причинам исчезли из такого научного ландшафта в нашей стране. Если говорить про процессы коммерциализации, то, в общем-то, все университеты мира пытаются использовать креативный творческий потенциал молодежи для развития инновационных сфер деятельности, потому что гибкость молодежного ума, гибкость молодежи в целом и склонность к риску, и способность рисковать, она, в общем-то, лежит в основе таких активностей университета, как создание стартапов. Все мировые университеты делают стартапы с участием студентов, прежде всего, с участием преподавателей. И эти стартапы, предприятия, малые бизнесы, инновационные бизнесы, они связаны с ускорением процесса коммерциализации исследовательских разработок университетов. И в этом смысле, что называется, звезды сошлись именно в университетах, и это только их миссия, потому что у нас есть и исследователи, у нас есть разработки, у нас есть та самая молодежь, которая может этими разработками выстрелить и повлиять на экономику регионы и страны. У нас в Вятке, либо у вас на Урале, есть реальные успешные примеры стартапов? Конечно, конечно, есть. Это непростая, на самом деле, проблема и непростая история. И вот недавно я читал про Силиконовую долину, и там это тоже непростая история, несмотря на то, что мы считаем, что у них очень успешная практика, у американских университетов. В среднем, ну, по американской статистике, ну, может быть, каждый пятый или каждый десятый стартап становится успешным. У нас, я думаю, скромнее показатели... Она у нас вообще есть, эта статистика? Есть, безусловно. Конечно, есть. Конечно, это... Мы отслеживаем, мониторим. Примеры, какие-то примеры успешных стартапов? Наших, ваших, российских, студенческих стартапов? Ну, я могу, вообще-то говоря, вам даже показать. Вот очень успешный стартап именно в Вятке. Студенты. Мы получили в подарок все члены нашей делегации, все участники семинара получили специальный такой спрей, который может наноситься на одежду и является светоотражающим. То есть, вот, когда я ехал к вам в студию, я видел, что дети, группа детей по тротуару, они все были вот в этих светоотражающих жилетиках. Так вот, можно не одевать вот этот жилетик, а можно нанести этот спрей, и, в общем-то, вы повысите уровень своей безопасности на дороге. Вот это разработка студентов Вятского госуниверситета. И она интересная. Я так понимаю, что эту разработку еще нужно на рынок выводить. То есть, это все придумано, сделано, упаковано. Теперь вопрос в объемах, продажах и дистрибуции. Правильно? Конечно, конечно, конечно. Конечно. Ну, безусловно, там, близкий, что это не пойдет на рынке, ребята не смогут это сделать. Мне кажется, что в высоке. Бизнес, он всегда связан с высокими рисками. Но то, что это можно делать, то, что здесь вот была абсолютно точно креативная идея, интересная по своей сути. Ну, это один из примеров. Их можно, наверное, больше приводить, более меньшей степени успешности. Но каждый университет имеет свои такие истории, такие вот интересные кейсы, и число их множится. Так же, как, конечно, и множится, и число неудач. Мы накапливаем эти новые практики. Опыт накапливаем, да. И накапливаем вот такие успешные кейсы, кейсы успешных практик. Наверное, еще в этом смысл стартапа при университете. То есть есть идея там ребят, есть новый подход, новое креативное мышление, есть опыт, ну, условно, да, сейчас, в кавычках, старших наставников, которые могут со всей этой историей помочь. Конечно. Конечно. Для любого стартапа важнейшим является среда. Вот среда поиска, среда активности, среда желания что-то сделать, что-то изменить, чего-то добиться. Вот студенческая среда, она, по идее, должна вот такой быть. Она должна помогать ребятам сделать что-то новое. Ну, то есть она как раз для этого, наверное, в большей степени благоприятна, нежели чем студент, ну, условно, выпустился бы из университета там в свободную жизнь и носился бы один со своей бизнес-идеей. Абсолютно. Абсолютно. Мне кажется, что никакие там бизнес-инкубаторы, технопарки, существующие в инфраструктуре, инновационной системы любого региона, они не могут в этом смысле создать такую же среду, которая есть в университетах сегодня. Слушайте, ну, у нас же ведь сейчас, ну, очень модно, там технопарки, промышленные парки, но у нас в Кировской области их несколько создано, но ни один из них на самом деле не работает на полную мощность, и у всех промпарков проблемы с привлечением резидентов, и у всех промпарков проблемы с инфраструктурой. Может быть, и не мучатся созданием промпарков там, где их не надо сделать все при университете? Вы знаете, есть такие практики в ряде стран, например, в Финляндии, там именно таким путем пошли, и часть, не вся, часть инновационной инфраструктуры региональных передана университету, и этим управляет университет. Я думаю, что, наверное, и наша высшая школа когда-нибудь реализует такой подход, потому что все-таки университет должен обладать мощной инновационной инфраструктурой, он должен создавать широкие возможности. Сегодня университеты чаще всего пока еще не очень сильны в этом плане. А университет может реально, допустим, зарабатывать на стартапах? Или это такая история про бизнес-ангелов в большей степени? Мне кажется, что это, в конечном счете, конечно, история больше про бизнес-ангелов. Хотя мы всегда говорим о том, что, да, это желательно, чтобы интересно было бы, правильно, наверное, было, чтобы университет как-то умел монетизировать свои разработки, получать доходы дополнительные, создавать себе новые точки роста, потому что деньги для университета – это новые точки роста. Да любое хорошее дело упирается в деньги, вообще любое дело. Да, для инвестиций, абсолютно. Да, без денег никуда, что называется. Но, с другой стороны, мне кажется, что все равно есть объективные такие ограничения, которые связаны с характером самих университетов, с сущностью самих университетов, потому что университет никогда не станет бизнес-организацией. Университет все равно социальная организация, решающая широкий спектр и социальных проблем тоже. Это интервью Алексея Клюева, нашего гостя с Урала, директора Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина и эксперт Национального фонда подготовки кадров. Говорим мы сегодня о мероприятии, семинаре, который проходил в городе 20-21 ноября. Вятский госуниверситет вместе с Национальным фондом подготовки кадров провел семинар, посвященный представлению управленческих моделей и взаимодействия вуза с регионами. Мы с вами в начале программы уже определились, что это история про отстройку бизнес-процессов, будь это взаимодействие с властью, взаимодействие с гражданским обществом, взаимодействие с бизнесом, взаимодействие с НКО. Давайте понятными словами попробуем нашим слушателям объяснить, какими же бывают эти модели. Я посмотрела вашу программу, увидела у вас в обсуждении три модели. Первая из них консорциумная. Что это такое? Университеты создают разного вида партнерства со своими оригинальными партнерами из бизнеса, из некоммерческого сектора для решения общих задач. Консорциум – это такое объединение усилий для достижения общих целей. Например, университет сегодня заинтересован в партнерских отношениях с предприятиями реального сектора для того, чтобы стать центром разработок, центром создания новых технологий. И в этом контексте он может инициировать создание таких партнерств, в котором роли между участниками этого партнерства, что называется, распределены. Каждый играет свою собственную роль. У каждого в этом партнерстве есть собственный интерес. Ну и вот, скажем, в технологической цепочке появления любых новых продуктов университет занимает место разработчикам этих новых продуктов, новых технологий, выпуска опытных образцов и дальше передача уже индустриальным партнерам, которые могут тиражировать, делать опытные партии и запускать бизнес, если рынок позитивно отозвался на эту разработку. А реальные кейсы есть? Реальные кейсы, конечно, есть. Потому что это не новая деятельность. Университеты это делали с большей или меньшей степени успешностью всегда. Сегодняшний этап, его особенность заключается в том, что опорные университеты получают некоторые инвестиции со стороны Министерства образования, получают финансирование на то, чтобы быть наиболее интересными партнерами для бизнесов, на то, чтобы создать вот этот свой сегмент, усилить свой сегмент исследований и разработок. И поэтому сегодня университеты, многие деньги, программы развития и поддержки опорных университетов направляют на усиление своей инфраструктуры, на развитие компетенций своих исследователей и разработчиков в тех областях, которые сегодня привлекательны для бизнес-партнеров. А примеры можете привести успешного кейса создания консорциума? Примеры успешного кейса, но не надо далеко за примерами ходить. Вот он здесь есть в Вятском госуниверситете. Я надеюсь, что это будет реально успешный кейс, потому что он только сейчас еще в начальной стадии инсуциализации. Речь идет о создании консорциума в биотехнологическом кластере, который формируется сегодня в Кировской области. И это как раз вот тот самый классический консорциум, в котором участвует не один десяток предприятий, в котором участвует университет. И, в общем-то, в этом консорциуме каждый из его участников понимает свой интерес, понимает свою роль. Каждый из участников создает какие-то сервисы для других участников консорциума. И ему интересно участвовать в этом проекте и вкладываться в том числе, потому что, скорее всего, участия в консорциуме не будет для бизнеса бесплатным. Какой продукт в разработке? Вообще говоря, это... Военная тайна. Нет, это очень такая широкая сфера. Биотехнология сегодня я бы даже... Ну, биотехнология – это такое общее слово. Это все, начиная от лекарств, заканчивая там вакцинами. А что конкретно в рамках консорциума с ВУЗом разрабатывается? Консорциум, скорее всего, не будет создаваться для одной разработки. Скорее всего, это задача создания целой линейки продуктов. Потому что иначе нет смысла гравить огород и создавать консорциум под каждый конкретный продукт. В целом, развитие биотехнологического кластера в регионе, расширение линейки продуктов в этом кластере – вот задача этого консорциума. А у вас на Урале есть примеры? Я думаю, что вы просто в ближайшее время сможете более детально самим авторам и участникам вот этого консорциума эти вопросы позадавать, потому что он вот-вот сформируется и, наверное, будет заявлен и объявлен. Потому что это действительно в определенном смысле такой прорыв в развитии кластера, его такое социальное оформление, наконец-то согласование интересов участников. Потому что это непростой процесс, никогда не бывает. Ну, понятно, что это все не за три дня делается. И мы действительно очень плотно работаем с нашим опорным университетом. Очень часто бывают в нашей студии сотрудники и ученые. Тоже очень много тем мы обсуждаем. Хорошо. Если мы вернемся к моделям взаимодействия вузов с регионами, о которых мы сегодня разговариваем, есть еще одна модель в вашей программе и иерархическая, но вы ее назвали по-другому перед тем, как мы начали с вами разговор. Объясните, что это? Я уже говорил о том, что у университетов возникает совершенно новая задача. И вот университеты реагируют на эти задачи своими новыми активностями, своими новыми проектами, своей новой деятельностью, но в том числе изменение своих внутренних структур. Вот сегодняшние университеты, это университеты, в которых формируются, например, контуры стратегического управления, которых не было в те времена, когда учился я, и, видимо, не было в те времена, когда учились в университете вы. Но сегодня практически все университеты создали такие контуры стратегического управления, и в университетах появились отделы, которые занимаются анализом, формированием стратегии, разработкой стратегии, мониторингом реализации стратегии. И в том числе во многих университетах появились позиции с таким же названием проектор по стратегическому развитию, например. И это произошло практически во всех университетах, потому что сегодня перед университетами стоит задача постоянных изменений, постоянного развития и без четкого позиционирования университетов, без нятной проработанной стратегии это сегодня делать невозможно. Но стратегия это живой организм, это живая деятельность, она должна корректироваться, она должна развиваться. И это совершенно новая задача, функция, на которую университеты сегодня вынуждены реагировать усложнением своей управленческой структуры. Иногда, конечно, это вызывает критику в нашем сообществе, начинают говорить о том, что происходит бюрократизация, вот в университете чиновников становится больше, чем преподавателей и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, не каждую управленческую задачу можно решить при теме же управленческим составом и теми же управленческими структурами, которые существуют. Второе, вот мы очень много с вами говорили про новую позицию университетов в развитии бизнеса. Ну да, такое новое место, которое занимает ВУЗ. Инновационная деятельность, инновационные разработки, их коммерциализация. Это тоже новая задача, и она должна быть подкреплена в том числе и управленческими изменениями, изменением управленческих структур. Сегодня университеты выстраивают свои собственные внутренние инновационные системы, внутреннюю свою инфраструктуру. Это очень серьезная инфраструктура. Во многих ВУЗах в нее вкладываются миллиарды рублей. Это новые рабочие места для людей, которые не обязательно академические сотрудники. Это очень часто и технические работники, и люди, которые занимаются только исследованиями и разработками, и люди, которые занимаются решением задачи коммерциализации, и занимаются патентованием, охраной интеллектуальной собственности университета, защитой интеллектуальной собственности университета. И, в общем-то, университеты в том числе и создают такие новые внутри себя управленческие структуры, занимаясь модернизацией своих классических традиционных структур управления. О том, что опорные университеты стали уже гораздо больше, чем университеты, мы разговариваем с экспертом Национального фонда подготовки кадров и директором Института госуправления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина Алексеем Клюевым. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв и очень скоро вернемся в студию. Мы возвращаемся в эфир на 101FM программы интервью. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. Сегодня у меня в студии директор Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина и эксперт Национального фонда подготовки кадров Алексей Клюев. Алексей Константинович приехал на семинар в наш опорный вуз и уже два дня разговаривал вместе с другими руководителями опорных вузов страны и нашими учеными о управленческих моделях взаимодействия вуза с регионами. В первой части программы мы объяснили простыми словами, что это такое, обсудили две модели, которые сейчас существуют. У нас осталась с вами третья проектная модель. Давайте коротко об этом поговорим. И еще мне очень хочется поговорить вообще про кадровый резерв. Должны ли вузы как-то взаимодействовать с правительством региона в этом ключе? Но сначала про проектную модель взаимодействия вуза с регионом. Как это? Проектный формат деятельности сегодня является универсальным. Абсолютно. И мы знаем, и органы власти внедряют проектное управление, и бизнес давно живет и работает в проектном управлении. И университеты тоже, в общем-то, не отстают и тоже используют технологии проектного управления для решения своих задач. Вот проектный формат управления, его специфика состоит в том, что создаются проектные команды для достижения совершенно конкретной задачи в установленное время. Проектный руководитель, он руководит проектом своим во время его реализации и слагает себя полномочия по завершению проекта. Сегодня программы развития опорных университетов – это совокупность проектов. Это проекты налаживания отношений, сотрудничества с бизнесом. Это проекты работы с сообществами. Это проекты с властью. И поэтому проектный формат, он, конечно, является сегодня одним из ключевых в организации нашей деятельности и жизни в университетах. Это тот формат, который используют у нас на Вятке и у вас на Урале? Везде используют, везде. Мы не оригинальны. Наши университеты не оригинальны. И еще раз скажу, что все университеты сегодня в большей или меньшей степени решают свои задачи управленческие через проектные технологии. Хорошо. Вот насколько я понимаю, наш опорный ВУЗ презентовал всем гостям семинары наши проекты. Это я сейчас коротко перечислю. Один из проектов называется МТЕХ – модификатор коррозии с образованием защитной пленки для металлоконструкций. Это мундспрея, о котором говорили уже вы. Повышение безопасности пешеходов-велосипедистов с помощью создания специального светоотражающего спрея. Это проект «Бонусы за пятерки», о котором мы в этой студии также уже говорили с гостями из опорного ВУЗа. Это арт-преобразование городской среды. У нас есть и история с ботаническим садом и с кварталом 119, который делает опорный ВУЗ. Вот оцените, пожалуйста, эти проекты. Насколько они сильные с вашей точки зрения? Ну, во-первых, это совершенно разные проекты, да? И в этом смысле, наверное, с единым лекалом к каких оценке подойти нельзя. Второй момент. Все-таки я не являюсь содержательным экспертом по этим проектам. В большей степени меня интересуют всегда управленческие конструкции и управленческие решения. Это область таких моих компетенций. Но я хочу сказать, что Ветский госуниверситет, как опорный университет, конечно, заявляет целый ряд очень таких интересных и начимых проектов. И вот я, когда знакомился с программой развития университета, конечно, обратил внимание особенно на проекты работы с регионом, с местными сообществами. То, что вы назвали, это очень проекты «Квартал-119», проекты с ботаническим садом и так далее, и так далее. Их там, наверное, уже не один десяток. Это все такие очень яркие, очень интересные инициативы, которые вообще-то отличают университет среди сообщества других опорных вузов своей проработанностью, своей креативностью. Хорошо, а если говорить про взаимодействие с властью, есть такой момент, что сейчас мало кто хочет работать чиновником. Их сажают, их сокращают, у них не очень большая зарплата и вообще работа в постоянном стрессе. Как вы считаете, должен ли вообще институт любой работать с властью в части формирования кадрового резерва и работать, наверное, над имиджем вот этой профессии чиновника и над всей этой историей, что быть в кадровом резерве правительства региона, там это модно, здорово и перспективно? Или это не задача вуза вообще? Ну, вообще-то вуз по определению готовит кадровые резервы для всех своих работодателей. И, в общем-то, эта задача вполне вузовская. И, кстати, она практически напрямую связана вот с тем сюжетом, который мы с вами только что обсуждали, проекты, да, потому что кадровый резерв, откуда он возьмется, где люди могут проявить себя, они могут себя проявить в проектах, свои лидерские качества, свои организаторские способности, проверить свои управленческие компетенции, вот именно как лидер проекта, как человек, который, в общем-то, способен организовать какое-то событие разного масштаба. И вот развитость именно проектной деятельности, да, она, на мой взгляд, позволяет создавать интересные кадровые резервы. Потому что в кадровый резерв надо включать людей, которые как-то себя проявили, зарекомендовали. Это могут быть люди, которые сегодня находятся на каких-то линейных там управленческих позициях, но это могут быть и люди, которые себя проявили в проектах разных. Вот, и университет, безусловно, тему кадрового резерва должен держать в центре своего внимания. И еще раз повторюсь, что здесь, наверное, практически надо вести разговор об этом со всеми ключевыми работодателями региона, включая, конечно же, органы власти и местного самоуправления, потому что это тоже для университета крупный работодатель. Ну да, то, о чем вы говорите, это такая более широкая история, потому что, ну, условно, вот люди, студенты, которые получили некие там лидерские управленческие компетенции внутри проекта, они могут потом работать там, в принципе, везде, да. А как это вот физически сделать, да, это, я не знаю, это что? Это список составить тех студентов, которые были заняты в проектной деятельности в университете. Это приложить усилия со стороны университета, чтобы этих студентов, ну, я сейчас скажу такое слово, наверное, не очень хорошее, но, как бы, тем не менее, ну, условно, пристроить их к хорошим перспективным работодателям на перспективные позиции. То есть вот механика, как это делается? Механика здесь складывается следующее. Сегодня практически все университеты хотели бы, чтобы студенты, выпускаясь, имели собственное портфолио своих проектов, своих активностей, и эти портфолио были бы доступны, в том числе и работодателям. В этом смысле студент должен работать на свою репутацию, формировать эту репутацию, и может получать предложение по занятости, по своей, ну, соответственно, с той репутацией, которую он сформирует. Вообще говоря, это такая достаточно, как ни странно, для нас достаточно новая тема. Мы, в общем-то, так не очень сильно уделяли этому внимание, но сегодня практически все университеты, в том числе опорные, в том числе и Вятский госуниверситет, пошли этим путем. Ну, то есть это не университет создает какую-то базу данных, не знаю, сервис, а это каждый студент, ну, условно, сам для себя, там работает на свое портфолио, на свое резюме, которое сам потом берет в ручки и несет работодателю. Университет помогает в этом, помогает, потому что сегодня, скажем, есть электронное портфолио и в Вятском университете, и в нашем университете есть электронное портфолио студентов, где, в общем-то, наполнение бэкграунда студента происходит и им самим, и, в общем-то, университетам тоже. Университет здесь выступает и оценщиком, и экспертам в части тех компетенций, которые сформировал у себя тот или иной студент. У нас осталось с вами три минуты. Вот если подумать про профессии будущего. Раньше, когда я училась, выпускалась, были юристы, экономисты и финансисты. Сейчас кто эти люди, которые будут востребованы в ближайшие 3-5 лет? На такой вопрос сходу быстро и не ответишь. Я бы хотел сказать о другом, что сегодня мы живем во время, когда люди должны быть готовы к диверсификации, к изменению своих профессий. Нет профессии такой, получив которую, ты можешь быть уверен, что всю оставшуюся свою жизнь ты проработаешь в этой профессии. Надо быть готовым к тому, что придется обновлять свои профессиональные компетенции и, может быть, даже формировать совершенно новые компетенции уже через 3-5 лет после завершения университета. И в этом смысле университеты становятся такими структурами, которые сопровождают не только профессиональное становление и развитие молодых людей, но и людей всех возрастов практически. И это самая ближайшая перспектива самих университетов и самая ближайшая перспектива всех профессионалов во всех отраслях. Нет, ну то есть вы хотите сказать, что после того, как студент выпускается из университета, там он уже в ранге бакалавра или магистра, что студент, пардон, университет, дальше принимает какое-то участие в его жизни, развитии и так далее. Совершенно точно, что так оно и будет. Что мы, расставаясь со своими студентами, мы расстаемся ненадолго, что мы с ними встретимся. Как же, вот я вас сейчас прямо слушаю и жалею на самом деле, что я живу не в это время, потому что после того, как я выпустилась из своего родного вуза, в общем-то я в основном здесь не встречаюсь, в этой студии, но в моей жизни больше он никак не участвовал. Надеюсь, что студенты, которые учатся сейчас и которые заканчивают сейчас все опорные вузы страны, не только наш вятский государственный, там бесконечно любимый, уважаемый мной, будут жить в другое время, когда будет больше возможностей и больше участия в их жизни со стороны вузов в том числе. Спасибо. Всего доброго. Это было интервью с Алексеем Клюевым, директором Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина и эксперт Национального фонда подготовки кадров. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова